Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию обзор цифрового видеорегистратора KickVision DC7104-NYQ1-4P. Маркировка нашего регистратора говорит о том, что он принадлежит к серии 71 регистраторов KickVision. 0.4 подразумевает наличие возможности работы с четырьмя IP-каналами. N о том, что он сетевой. Y – международная версия. Q1 – о том, что это серия Q. Она менее простая, в отличие от серии K и Y регистраторов KickVision. То есть на нем будет минимум аналитики. 1 – это о том, что находится в нем только один портсата и 4P. Что в этом регистраторе, помимо самого регистратора, находится коммутатор с поя-каналами. Приступим к распаковке нашего регистратора. Коробка такая внушительных размеров. При этом сам регистратор небольшой, имеет форм-фактор. По комплектации входит в наш комплект регистратор, шнур питания к нему, кабель для винчестера, винты для крепления винчестера и информационный кабель для нашего HDD. Небольшой мануал, как установить, как настроить регистратор. Патч-корд сетевой, что также немаловажно. Не каждый производитель регистраторов может нам подарить такой патч-корд. блок питания, который говорит о том, что работает от 100 до 240 вольт и выдает нам 48 вольт 1 ампер ток. И мышка, что также нам поможет при настройке нашего коммутатора с обычным монитором. Рассмотрим ближе наш регистратор. Сам по себе он легенький, так как еще сюда не установлен винчестер. На верхней крышке мы видим три светодиода, питание, загрузка и сеть. На задней крышке мы видим небольшой QR-код для подключения, HIC-Connect, HIC-LOOK или VMAS. И крепление для установки на стену. Также крепление для нашего винчестера. По разъемам. Так как этот коммутатор самый простой в серии Q, здесь мы видим только вход питания, разъем VGA HDMI для подключения монитора, то ли более-менее современного, то ли старенького через VGA. Сеть LAN, два USB порта и четыре разъема POI для подключения камер без использования какого-либо коммутатора. Ну и если у вас есть где-нибудь контур заземления, то клемма заземления. Ничего такого нет сверхъестественного. Белый цвет подразумевает собой, что он будет стоять где-то то ли в офисе, то ли в квартире, но никак не на каком-нибудь производстве или улице. Попробуем разобрать его, посмотреть, что у него находится внутри. Внутри регистратора нет ничего сверхъестественного. Обычно небольшая оплата с цепями питания, с сетевой картой, с главным процессором, с центральным процессором, который охлаждается таким радиатором. Небольшие емкости на входе питания. Подключение нашего винчестера, для которого идет сигнальный кабель и кабель питания. И все, ничего такого необычного здесь нет. Сюда еще устанавливается винчестер от 1 до 6 терабайт. И спокойненько организуется система видеонаблюдения небольшого помещения, квартиры или офиса. Пройдемся еще немножко по его характеристикам. Как я уже говорил, поддерживает он 4 IP-канала с кодеками 2064 и 2065. Разрешение каждого канала до 1080 пикселей, то есть Full HD. Поток может быть у нас идти с FPS на каждую из 4 камер до 25 кадров в секунду. Здесь поддерживается протокол TCP-IP, DHCP. Что немаловажно, данный регистратор отлично работает с облачными технологиями HikVision. И поэтому вы спокойно можете с помощью каких-то облак, облачных настроек Cloud P2P, настроить просмотр данного видеонаблюдения с того регистратора через сеть, не имея при этом статического IP-адреса. Что еще по нашим настройкам? Обычный у нас сетевой разъем 100 Мбит Ethernet. Также на каждый порт поиски тоже приходится 100 Мбит потоку, можете опустить. Питание здесь обычное 48-вольтовое. Почему такое большое? Для того, чтобы работал встроенный ПОИ-коммутатор. Мощность регистратора до 50 Вт. И рабочие условия такие стандартные, от минус 10 до 55 градусов по Цельсию. То есть, работает везде, без экстремальных низких и высоких температур. Что касается настройки данного регистратора, здесь обычный интерфейс HikVision, который мы уже рассматривали неоднократно. Поэтому смотрите предыдущие наши обзоры и спокойно его настраивайте. На этом все. Спасибо за внимание. Хорошей работы вам.